Нашла. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. У нее тонкая копия или раздвоенная или вторая это плата. Они вместе находятся? Да. Так будем поднимать? Да. Защищаемый физический биоробот с защитным потоком и чистых энергий Абсолюта. Берем матушку Василису в защитный скафандр на время работы с тонкой телами. Вместе с тонкой копией матушки Василисы поднимайся в комнате диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем матушку Василису и интересуемся готова ли она к диагностике и чистке. Дает ли она нам свое разрешение на работу? Да, дает. Я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой матушки Василисы под ногами 360 градусов вокруг нее и притягивается в клетку тюрьмы и становится ее заложниками. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел матушки Василисы, находит все. У нее два нижних тела. Они как заморожены, как неживые, какими-то черными потоками. Хорошо. Сканер выведите черную энергию из нее до последней частички, включая внутренний амбилосет матушки Василисы и помогая ей. Она сама выдавливает из себя всю эту черную энергию, которая находится в нижних чакрах. Энергия выходит, формируется перед ней в шар. Значит остальные пять чакр у нее живые, они двигаются, а эти две у них как столбняк, они отделены от остальных. Сейчас узнаем, кто это сделал. Сканирование закончилось. Энергия выходит, да, сейчас, секунду. Эта энергия выходит как диск, такой закрученный внутри. Как воронка? Да, как воронка, только это диск. Хорошо, как все выйдет силам его намерения отправляет этот диск в клетку-тюрьму. И она как вырывает ее этими энергиями, еще с нее выходят они. До сих пор как туман сейчас пошел изнутри. Помогая моей энергией выдавить все до последней частицы. Вот зараза, она говорит. Бывает. Готовы это все в клетке. Отлично. Больше никто не притянулся? Нет. От платы и от этого диска выстраиваются каналы к ответственным 1, 2, 3 и силами его намерения их притягив в клетку-тюрьму, где бы они ни находились. Да, будет так, а так и есть. Стоят в клетке-тюрьме мои заложники. Это ящер. Ой, как хорошо. Он большой, он переваливается. Хорошо, снимаются маски и голограммы. Сущность предстоит согласно своему эфирному коду ДНК. Это ящер, он питается ее энергиями. Считается над головой паразита. 42. Какой? 142. 142. 342. Хорошо. А к диску притянулось что-то? Вот, ящера притянулся. А к плате? Здесь нет платы. Здесь как туман вокруг диска, которым вырвало ее. Это от него тоже? Это его, да. Он ее наполнял этим и останавливал. Он съедал ее энергию полностью. Ему нравятся они. Они искристые. Тебе нравится это? Хорошо. Влад, дай ему спираль в горло. Один, два, три, удар. Ты не туда зашел, паразит. У него как сирена внутри. Он начинает тухнуть в разных местах. Его поражает эта спираль. Бывает. Хрипнет он. Убираю спираль, открываю воронку в галактическое дро. Она выходит спираль. Спираль уходит на переработку. Закрываю, опечатаю, растворяю. Итак, ящер, сколько ты находишься в этом биополе? Он воздух латает, как будто такие движения делает. Горло показывает. Значит, телепатически общайся. Это тебе самое меньшее предупреждение, что может быть за то, что ты сделал. Ты зашел в биополе не той души. И тебе это будет сегодня продемонстрировано. Это пройдет 80. 80 дней? Да, за это время он поел, давая ее тело. Они еще сначала наполнялись, но он их полностью заполнил чернотой. Хорошо. Начинаем с реверса туда энергии. Здесь все понятно. Даю команду тонкой копии матушки Василисы спроецировать все энергетические и сферические каналы к этому ящеру и его подключкам, этому диску с энергиями. Каналы выстроились. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогены низкой аббрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к матушке Василисе. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней, все, что она могла получить от него, возвращается назад мощным потоком. Усилий все в 50 раз. Скэнер просканируй сейчас полноту души матушки Василисы. Сто процентов. Хорошо. Не добрался до души. Душу он оставлял как десерт, на самое последнее. Ну пока ты у нас на десерт, поэтому здесь ты сейчас стал жертвой. Ты уже не победитель. Оглянись, где ты находишься. А знаешь, к нему идет страх. Душа видела, что к ней приближаешься. Хорошо. Все выдавливается. Ей не хватает сейчас энергии. Даю ей сто процентов энергии. Хватает энергии, потому что она все уже выдавила из себя. Немного серого цвета идет к диску. Хорошо. Как закончится, скажешь. И к нему боль ушла. Готова. Не боль, а страх души. Готова. Устанали фильтр с золотой сеточкой на каналы. В порядке реверса. Матушка Василиса забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Все родные энергии. Все, что было украдено у матушки Василисы, по праву, мощным потоком забираем назад. Да будет так, а так и есть. Пошел процесс. Усилий в 50 раз. Значит, от этого диска идет белая энергия, жива. А от ящера возвращаются яркие энергии, которые он сожрал в чакрах нижних. Все, назад забираем по праву. До 100%. Готово. Хорошо, сканер, просканируй сейчас матушку Василису. На чистоте ящера и его подключек осталось ли что-то незамеченным. Какой-нибудь чип, датчик, имплант. Выводи все, отключай полностью. Пошел процесс. Да, есть чип у нее в голове и он как насос такой работает. То есть получается сигнал и отторжение энергии идет к ящеру. Хорошо. Вытащи его. Отправляю его в клетку-тюрьму, там где находится этот диск. Хорошо. Даю команду на рассинхронизацию матушки Василисы с ящером и всеми его подключками и чипами на счет ряде. Два, три. Пошел процесс. Готово. Включая внутренний белосет матушки Василисы, она еще раз выдавливает из себя все чужеродное, негативное, патогенное, чужеродное, находящееся в ее биополе. Все выходит и формируется перед ней в шар. До последней частички. Небольшой вышел. Открывая по ним воронку в галактическое ядро, уходит на переработку. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Не знаю, как фантом этого диска в ногах остался. И даю команду на счет три. Этот фантом выходит. Один, два, три. Готово. Открывая воронку в галактическое ядро, под ним он уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Есть. Подскажу к матушке Василисе и помогаю моей энергией отстегнуть все каналы. Один, два, три. Удар. Отлетают каналы. Открывая воронку в галактическое ядро, канал выходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, я прошу Ли выйти со мной на связь. Здесь я. Сегодня будем тесно работать, похоже. У меня здесь отмороженный 342-й ящер сидел 80 дней в этом биопуле. Жрал чакры, две нижние уже сожрал. Мы вернули все, что могли вернуть. Посмотри, пожалуйста. Ящер-курман. Получается? Да, он оставил себе на десерт кое-что. Так он планировал, в всяком случае. Но планам не суждено было сбыться. Мы уничтожаем все, да? А да, все уничтожайте. Его забрали. Хорошо, под диском и чипами открывается воронка в галактическое ядро. Все уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. И посмотри, сколько энергии нужно матушке Василисы. И какая частота вибрации? 380 и 24. На 4 макушку головой матушки Василисы начинает поступать 7 высокоэбрационных потоков по 380% каждый. 1, 2, 3, потоки пошли. Наполняет, усиливает все необходимые ей цвета. Начинает поступать мощность потока усиливается. Чистота вибрации поднимается до 24 герц. И я запрашиваю Архангела Михаила дать поток своей энергии матушке Василисы для восстановления и защиты. Она под потоком, идут энергии такие, как лучи больше, похожие на аргону, как лучи. Отлично. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, матушка Василиса, как вы себя чувствуете? Как ангел во плоти. Так и есть. Наполненная и счастливая. Как же мне защищать это? Своим намерением изнутри вы должны представлять, что из вас исходит свет Архангела Михаила и ставит вокруг вас защитную сферу. И эта сфера никем, как ваша вера, не может быть пробита. Вот как вы верите Творца, точно так же вы должны и верить в вашу защиту. И она будет вас защищать, они даже и приблизиться к вам не смогут. Для этого надо это визуализировать. Ваша дочь вполне в состоянии вам объяснить, как это делается. Это совсем нетрудно. И в принципе она должна была уже это сделать очень давно. Делает, делает что-то, делает. Благодарю тебя за это разъяснение. Во благо, матушка. Я это вижу, как энергии из меня сжигают. Так есть. Вот так и представляете, что эти энергии... Подсторонние. Все чужеродное сжигает. Оно не может даже к вам приблизиться. У вас очень высокие вибрации, они просто не смогут. Если вы не будете визуализировать, соответственно, существует опасность того, что они вас пробьют. Если они видят вашу защиту изнутри, значит, они просто самоубийцы, если они подойдут. Их просто сожгет. Хорошо. Хороший урок. Буду пробовать. Во благо. Сколько живем, столько учимся. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию матушки Василисы в ее систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. У нее ноги очень слабые были. Они как связаны внизу, были вот этим диском. И сейчас энергиями наполняется она. Жар такой, пожалуй, у нее ноги. И давай активируем ее в системе биоробот-душа Меркабу для синхронизации энергии Земли и космоса и воссоздания защитного каркаса в ее биополе. И покрываю Меркабу крошкой живой плазмы. Да, будет так, а так и есть. И крошкой энергии царя Соломона. Да, будет так, а так и есть. Готово. Отключаемся от объекта. Поднимайся в комнате диагностики. Пошел подъем. Она говорит, я как птичка в золотой клетке. Под этими защитами. Так и должно быть. Я на месте.